Карантин в жизни величайшего пророка Это пророка Моисея Еще раз всех приветствую Вы можете писать также свои сообщения Очень приятно Всех приятно слышать Но помолимся Отец наш небесный Благодарность Тебе и слава За милость и любовь Твою Господи, порой мы не знаем Почему и трудности в нашей жизни Почему, Господи, так происходит в нашем мире Мы нуждаемся, Господи, в общении В духовном общении Мы просим Тебя Восстанови Здесь, в нашей стране Возможность, чтобы мы могли собираться на богослужении Благослови, чтобы сегодня, пока мы, каждый в своей семье Чтобы мы, Господи, находили мир Очень интересный вопрос Вообще Зачем Бог допускает карантин? Вообще, почему Он необходим? Ведь мы понимаем, что все от Бога Мы понимаем, что Бог ничего просто так не делает Мы понимаем Но для чего вот нужен, порой, такой продолжительный карантин? Для чего он нужен? Несколько проповедей ранее мы говорили, что был карантин в жизни пророка Ильи В жизни пророка Ильи был карантин 3,5 года Мы также говорили, что был карантин в семье Неймана Но сегодня хотел бы вместе с вами Разобрать еще один карантин, который был в жизни пророка Моисея Действительно, в жизни пророка Моисея был карантин И он продолжался около 40 лет Что же за эти 40 лет Произошло в его жизни? И почему именно 40 лет? Почему именно 40 лет Был такой продолжительный период? И действительно Что произошло в жизни Моисея? У кого есть Библия, вы можете открыть Эта история записана В книге Исход 2 и 3 главы И вот мы с вами Поразмышляем и попробуем для себя ответить на вопрос Для чего Бог мне делает карантин? И что этот карантин может изменить в моей жизни? Я хочу вам прочитать историю Записанную во второй главе книги Исход Это история до карантина, которая была жизнью Моисея И вот здесь читаем с 11 стиха Спустя много времени Когда Моисей вырос Случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилевым И увидел тяжкие работы их И увидел, что египтянин Бьет одного еврея из братьев его Посмотрев туда и сюда И видя, что нет никого Он убил египтянина и скрыл его в песке Вышел он на другой день И вот два еврея ссорятся И сказал он обижающему Зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моисей испугался И сказал верно Узнали об этом деле И услышал фараон об этом деле Хотел убить Моисей Но Моисей убежал от фараона И остановился в земле Мадиамской И сел у колодезя Итак, мы смотрим Что Моисей до карантина Это был очень образованный человек Он 40 лет Ну меньше 28 лет Если так вернее сказать Или около 28-30 лет Он жил в доме фараона Он получил образование Назывался сыном дочери фараона Имел перспективы Имел власть Имел славу Имел деньги Все возможности Все имел Все имел Но он знал, что он еврей И у него была мечта Освободить израильский народ Для себя он, наверное, решил Вот когда я буду готов Я пойду И вот мы прочитали, что Моисей вышел Во-первых, он не спрашивал У Бога Совета Кроме того, мы видим Что здесь Моисей проявляет Не просто своеволие А такие качества характера Как убийство Как гнев Вот он выходит братьям Видит Египянин бьет Он думает Это несправедливо Что нужно сделать? И написано, что он взял Посмотрел направо-налево Никого не видит И убивает человека Представьте себе Моисей Убил человека Я иногда думаю Я курицу не смогу убить Моисей убивает Кроме того Что он убивает Он скрывает свое преступление В песке его хоронит Никому об этом не говорит На следующий день Написано На другой день Он выходит Смотрит Ссорятся два еврея Вот Не знаю Вот скажу вам Наверное После такого случая У него Наверное Должно быть Угрызение совести Он Наверное Ночь не мог спать Но как-то вот Переживал За все эти моменты Плакал Страдал Мы видим Что здесь Ничего в его жизни нет Он вышел Смотрит Ссорятся два еврея И он приходит И дает им совет И говорит Слушайте А что вы ссоритесь Вот такой Моисей Бог видит Моисея И говорит Слушай Моисей Ты не готов Быть вождем Народа израильского Ты вообще Не готов быть Вождем Что нужно тебе Тебе нужен карантин Вы знаете Бог Вот допустил Карантин Сегодня не только В нашей стране По всему лицу земли Допустил карантин И вот Бог Знает Что ведь нужно Апостол Павел Говорит Притом знаем Что любящим Бога Призванным По его Изволению Все содействует Ко благу Все содействует Ко благу Бог знает Что лучше Для нас Для церкви Для народа Для наших детей Для наших близких Братьев Сестер Бог знает И он говорит Я знаю Что это сейчас Время Нужно для вас Я знаю Что это нужно Время для вас И Бог говорит Подобно Моисею Тебе нужно время Потому что Ты не готов Стать вождем Народа Израильского Ты не готов Ты не умеешь Решать конфликты Ты не умеешь Разговаривать с людьми Ты не умеешь Разговаривать с людьми Которые обижают Ты не умеешь Ты не умеешь Разговаривать с людьми Теми Кто ссорится Потому что Он выходит Успокоить Двух евреев А они ему говорят, что ты начальник наш? И что написано о Моисей? А Моисей испугался. Говорит, узнали об этом деле. Все, его знаете, сразу в тупик поставили, остановили. У него сразу желание пропало восстанавливать отношения с людьми. Все, он уже в страхе, он уже в испуге. И посмотрите, написано, что услышал, когда фараон и хотел убить Моисея. Что делает Моисей? Какой он был сильный и здоровый. Написано, побежал и убежал от фараона, остановился в земле Мадиамской. Представьте себе, убежал, через всю пустыню пробежал, через весь Синайский полуостров. Друзья, это высокой силы человек. Но у него был страх, у него было убийство, у него было неумение решать конфликты, неумение общаться с людьми, своеволие. Но самое главное, он даже не общался с Богом. Не советовался с Богом. Как он мог быть вождем народа Божия, не зная самого Бога? Бог говорит, вот Моисей, нужно как-то изменить это все. Что для тебя нужно? Карантин. И это карантин не просто карантин, который был в его жизни там месяц, или два месяца, или год, или три года. Сорок лет. Сорок лет Моисей пасет овец. Сорок лет. Почему мы даже видим еще, что Моисей даже не умел решать конфликты? Потому что написано, прибежал он, сел у колодезя, смотрит, напоили дочери Иофора, напоили, начерпали воды, пришли пастухи. Он написано, взял и догнал этих, защитил. Ну как бы еще благородный был такой Моисей, но вот он тоже не умел общаться. Сел и продолжал дальше сидеть. Ни с кем как бы не познакомился, ни что. И Моисей пасет овец. Бог ему говорит, слушай, Моисей, тебе нужен карантин для того, чтобы ты стал немножко другим. И вот сорок лет пасти овец. Сорок лет пасти овец, это, друзья, непросто. Это очень непросто. Я, конечно, не пастух. Я только иногда там видел, как пастухи пасут скот свой, как пастухи пасут коров, там я видел на Западной Украине. Но это столько нужно терпения иметь. Очень много терпения иметь. Очень много нужно иметь мудрости, как бы, знаете, повезти, куда повезти скот, чтобы было безопасно. Это было, знаете, это было непросто. Это было очень непросто. И Моисей, особенно с овцами, они порой такие глупые бывают. Порой бывают упрямые. Если овечка потеряется, она будет блеять, сидеть, где-то так и уползет. Порой трудно было Моисею. Но за эти 40 лет, за эти 40 лет, Моисей такому терпению научился, такой кротости, такому смирению, что действительно потом написано, что Моисей стал кратчайшим человеком на земле. 40 лет общения с овцами или 40 лет карантина в пустыне не прошли даром. Не прошли даром. Он женился, у него уже были дети. И даже в общении, находясь там, написано, я уже чужой, я никому не нужный. Он говорит, я уже пришелец. Все, я уже все, никто. Вот 40 лет назад Моисей думал, что вот он уже вождь. Спустя 40 лет Моисей говорит, нет, я уже не вождь. И вот когда, наверное, Моисей сказал себе эти слова, я уже не вождь, и вот третья глава книги Исход написано, Господь обращается к Моисею. И вот второй стих написано, явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Увидел Моисей, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление. И вот Господь видит и говорит, Моисей, снимай обувь, потому что земля святая. Моисей, написано, закрывает лицо свое. Моисей боится посмотреть на Бога, боится. Потом Бог ему говорит, слушай, я вижу страдания народа, я иду избавить. И он говорит, я знаю, у тебя же народ страдает. Давай, говорит, пойдем со мной. Бог говорит Моисею, Моисей, пойдем со мной. Моисей, иди. И вы знаете, с 11 стиха, давайте посмотрим на другого Моисея. Спустя 40 лет карантина, что Моисей говорит? 11 стих написано, Моисей сказал Богу. Кто я, чтобы мне идти к фараону? Кто я, чтобы вывезти их из Египта, сынов Израилевых? Кто я такой? Друзья, карантин не прошел даром в жизни Моисея. За эти 40 лет он переосмыслил все, что возможно. Он пересмотрел свою жизнь, он посмотрел на то, как он жил, на то, какие у него были ценности. Он понял, что ценности есть только в Боге. Ценности есть в характере. Моисей все меняет в своей жизни. Бог, можно сказать, за эти 40 лет меняет все в его жизни. Моисей становится другим. Если 40 лет назад Моисей говорит, я пойду, я буду лидером, я пойду освободителем. Господь ему говорит, иди теперь. А Моисей говорит, а кто я такой, Господи? Кто я такой? Бог говорит, Моисей, я теперь пойду с тобой. А туда Моисей готов был сам пойти и Бога не пригласить. Друзья, карантин в нашей жизни для чего? Не только для того, чтобы проверить, выдержим мы или не выдержим, протянем или не протянем. Бог говорит, карантин в твоей жизни для того, чтобы ты изменил характер. Для того, чтобы ты изменил свои отношения со мной, с братьями и сестрами, с церковью, с родными. Поменяй отношения. Карантин для изменения характера. И Моисею понадобилось 40 лет. Друзья, хочу вам сказать, что если мы за это время не поменяем характер, если мы за это время не поменяем порой свои отношения к церкви, к Слову Божьему, вот мы сейчас имеем прекрасные уроки в субботней школе, Бог говорит, я допущу в твоей жизни еще один карантин. Это может быть болезнь, где ты будешь лежать дома на больничном. Это может быть еще какая-то ситуация. Но Бог говорит, меняйся. Каждое время для размышления. Не даром апостол Павел говорит, самих себя исследуйте, верили ли вы. Друзья, последнее время. Время, где мы можем сделать самоанализ, самоисследование провести. Стоим ли мы в вере? Стоим ли мы в этой надежде? Твердо ли мы стоим на Божьих принципах? На соблюдении Божьих заповедей? Бог говорит, это сегодня время. Время самоанализа. Кроме того, давайте посмотрим на еще некоторые качества характера Моисея. Что изменилось еще в его жизни? Бог говорит Моисею, я пойду, 12 стих, я пойду с тобою. Бог говорит, я есмь сущий, я есмь существующий. Он ему говорит, я хочу тебе сказать, что вот чудеса будут, ты пойдешь, сделаешь и будут, будет очень хорошо. Знаете, 4 глава дальше говорит о жизни Моисея. И сказал Моисей, а если они не поверят, а если они не поверят, что будет тогда? Что будет тогда? Бог говорит, хорошо, давай сейчас мы чудеса сделаем. Два чуда. Два чуда. Первое, что рука будет белая проказа. Второе, что будет жезл из змей. И вот что интересно. Чудеса видит Моисей. Все кажется хорошо. Все кажется хорошо. А вот смотрите Моисей, что говорит дальше. 10 стих. И сказал Моисей Господу. О Господи, человек я неречистый. И таков был и вчера, и третьего дня. Бог говорит, слушай, я это тоже поменяю. Я буду при твоих устах. Моисей говорит, Господи, я не могу. Тогда Моисей говорит, Бог говорит Моисею. Возьмешь брата твоего. И вы знаете, вот такие ситуации, что Бог говорит, все, ты иди. Ты иди. И вот Моисей приходит домой. Давайте прочитаем эту историю. 18 стиха, 4 глава, исход. Пошел Моисей, возвратился к Иофору, тестью своему. И сказал ему, пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте. И посмотрю, живы ли они. Вы знаете, друзья, и вот здесь опять ситуация. Бог ему избрал быть лидером, быть вождем, чтобы он, Бог вывел через Моисея народ израильский. Моисей здесь скромничает и говорит, я пойду посмотрю. Вот уже проявляется скромность. Другой вообще Моисей. Совершенно другой человек, другая личность перед нами предстает. Человек, который скромный. Человек, который боится. Тогда он не боялся убить, сейчас он уже боится что-то сделать. Боится кого-то обидеть. Боится, что ему не поверят. Знаете, это человек, который уже на себя, на свои силы, на свой разум не полагается. Не полагается. Друзья, время перемен сегодня. Полагаться на Бога. Полагаться на Божью силу. Полагаться на Божье руководство. Полагаться на Божье водительство. Друзья, сегодня это время. Именно сегодня время. И вот посмотрите, уже в дальнейшей истории мы видим, что Моисей действительно стал совершенно другим человеком. Он полностью полагается на Бога. Полностью полагается на Бога. Он полностью доверяет Богу, он ничего не делает от себя. И вот одну историю жизни Моисея в Ветхом Завете, потом еще одну историю жизни Моисея в Новом Завете расскажу. Смотрите, уже вывел Бог через Моисея народ израильский, сам Бог пошел, вывел народ, Моисей предводитель. И вот в книге числа, 12 глава, происходит такой семейный конфликт, написано с 1 стиха, упрекали Моириам и Аарон Моисея за Ефиоплянку, жену, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. Что делает Моисей в это время? А Моисей, написано в 3 стих, был кратчайший человек на сей земле. И вот посмотрите, его упрекают самые близкие люди, Аарон, Мариам. Бог уже тогда возложил на Аарона миссию быть первосвященником в народе. Первосвященник упрекает, первосвященник упрекает брата своего. Мариам, она руководитель хора, упрекает брата своего. Что делает Моисей? Молчит. Он кротко сносит обиды. Друзья, я вам скажу, это величайший пример. Кротко, очень кротко относиться, когда нас упрекают, когда, может быть, нас обзывают, когда нас не понимают. Друзья, вот это изменение характера. Моисей изменился. Друзья, время перемены в нашей жизни. Карантин нужен для изменения, для доверия Богу, для того, чтобы стать кротким, смиренным, где-то мудрым, настойчивым. То есть, Бог должен совершить преобразующую работу в нашей жизни. Богу это возможно, если мы позволим. Моисей кротко сносит обиды. Ни слова не говорит. Ни одного слова не говорит. А тут Господь, написано, вмешивается и говорит. Подозвал Моисея Аарона и Мариями, говорит, а ну-ка подадите траве. А потом говорит, послушайте. А что это вы делаете? Вы обличаете Моисея? Он говорит, а он не верен во всем. Я с ним разговариваю устами к устам. Моисея, написано, воспламенился гнев, и Мариям покрывается проказой. Когда покрывается проказой Мариям, что делает Аарон? Аарон был первосвященником. Что он должен был сделать? Он должен был тогда пойти к Богу и совершать работу первосвященника, молиться. А Аарон не может. Написано с 11 стиха. И сказал Аарон Моисею, Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Он говорит, Господин, мы согрешили, и я согрешил, и я не могу сейчас молиться. И что делает Моисей? Написано, Моисей возопил Господа и сказал, Господи, исцели. Друзья, Моисей становится совершенно другим человеком. За обижающих уже на него, не только за брата, за других, которых обижают. Тогда он убивал этих египтян. А теперь он говорит, Господи, спаси. И спаси моего брата, спаси мою сестру. Спаси этот народ. Моисей становится ходатаем за весь народ. Помните, согрешил народ израильский, поклонился Тельцу. Бог говорит, давай я сейчас весь уничтожу. А Моисей говорит, нет, Господи. И меня вместе с ними. Или спаси. Прости. Вот Моисей стал другим. Сорок лет карантина не прошли даром. Они изменили характер Моисея. Моисей стал кротким. Моисей стал человеком Божиим. Другом Божиим. И когда Господь говорит, Моисей, ты еще сорок лет будешь ходить по пустыне. Моисей сорок лет ходит по пустыне. Один грех сделал. Когда Бог сказал, скажи скале, и пойдет вода. Но Моисей ударяет по скале. И Бог говорит, за то, что ты не послушал меня, ты взойди на гору, небо, и там умрешь. Как трудно было Моисею умереть. Дойти до границы и умереть. И Бог говорит, зайди и умри. Взойди и умри. Уже умерла Мариам. Уже умер Аарон. Уже все его, можно так сказать, все его знакомые, его ровесники, все умерли. Два человека осталось, только Иисус Навин и Халев. Бог сказал, они войдут, а ты не войдешь. И Моисей поднимается на гору неба. И для Моисея последний такой шаг становится, принять волю Божию. Когда Бог говорит, зайди и умри. И Моисей говорит, хорошо, Господи. Я буду послушен Тебе. Я схожу на гору, чтобы умереть. Друзья, карантин нужен для того, чтобы мы оставались послушными Богу. Послушными Богу и в десятинах. Послушными Богу в приношениях. Послушными Богу в соблюдении заповедей. Оставайтесь послушными Богу. Написано дальше, что в Новом Завете, что Бог воскресил Моисея. И однажды Моисей пришел на эту землю. И пришел не просто для того, чтобы пообщаться с учениками. Моисей пришел не просто для того, чтобы показать какое-то чудо. В 17 главе Евангелия от Матфея написано, что Моисей сошел на эту землю. Еще с одним величайшим человеком, пророком Божиим. Это был Илья. Написано, что когда Христос, Петр, Иоанн и Яков поднялись на гору Преображения. Граф Абор в Израиле. И сошли Моисей и Илья. Написано с 3 стиха. Явились Моисей и Илья с ним беседующие. О чем беседовал Моисей и Илья со Христом? Христос мог сказать, я один. Ученики не понимают, мать не понимает, братья не понимают, первосвященники не понимают, священники не понимают, народ не понимает. Помните, как Иоанн пишет, Иоанн 1 глава 11 стих. Пришел к своим, а своей его не приняли. Никто не понимает. А Христос пришел, Он терпит, Он проявляет милость, Он исцеляет, Он руководит, Он говорит им, дает им слова жизни. Никто Его не учит, никто Его не поддерживает. Никто не понимает Христа. Сходит Моисей и Илья. И Моисей мог рассказать, Господи, я когда был на земле, меня тоже никто не понимал. Даже мои самые близкие, Аарон и Мариам, они меня однажды упрекали. И что нужно сказать? Да будет воля Твоя. Оставайся верным Богу. Оставайся верным Отцу Иисус. Моисей поддерживал Иисуса Христа. Друзья, 40 лет карантина. Такие произвели изменения в жизни Моисея, что он потом следующие 40 лет был вождем народа израильского, другом Божьим. Он разговаривал с Богом уста к устам, и однажды Бог дал ему возможность, чтобы он также был поддержкой и опорой для Христа, для Сына Божия. И, наверное, когда Христос был в Гефсимании, и когда ему было очень тяжело, и когда он говорил, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, как ты хочешь». Он вспоминал слова Моисея, «Не как я хочу, а как ты хочешь. А если ты хочешь, чтобы я поднялся на гору и умер». И Христос точно так же говорит, «Не как я хочу, а как ты хочешь. Я пойду на гору Голгофу и умру. Умру за всех людей, потому что я продолжаю любить народ». И как Моисей молился ходатайственной молитвой за народ. И как Моисей молился за Мариам и Аарона, точно так же и Христос за всех людей совершил свою искупительную жертву. Друзья, 40 лет жизни Моисея и этот карантин произвели величайшее благословение в его жизни. Он стал другим человеком. Пусть это время будет благословением для каждого из нас. Пусть это время будет радостью и утешением. Пусть это время будет время перемен в жизни, в характере, в привычках. Оставайтесь верными Богу. Оставайтесь верными Слову Божьему. Оставайтесь верными принципам Божьим. Хочу сделать анонс следующей проповеди В следующую субботу В 14.00 У нас будет еще одна проповедь Что после карантина? Что делать после карантина? На основании Священного Писания Хочу вам ответить на этот вопрос И тоже из одной истории Из Священного Писания Чтобы мы могли поразмышлять Что нам делать после карантина? В жизни одного человека был карантин А потом он закончился Из Нового Завета Что он делал после карантина? А сегодня хочу закончить проповедь молитвой Чтобы Господь благословил нас на это время Чтобы мы могли исследовать себя Оставаться в вере В надежде В уповании Чтобы Господь все недоброе удалил Чтобы Господь все плохие привычки убрал Чтобы Господь все нехорошее удалил И чтобы мы остались верными Кроткими Мудрыми Исполненные веры Надежды И упования Помолимся Господу Отец наш Небесный Слава и благодарность За милость и любовь Твою За Иисуса Христа благодарим За волю Твою благодарим Которая благая, угодная и совершенная Порой мы не знаем Господи Почему Есть какие-то трудности Этот карантин в нашей жизни Но мы знаем все ко благу Господи Пусть это время будет благословением Для каждого из нас Чтобы Ты изменил нас Как Моисей изменился Как многие пророки поменялись Точно так же Господи Измени и нас В свой образ и подобие Даруй нам кротость Смирение Любовь Мудрость Твою Если не хватает мудрости Даруй нам этой мудрости Укрепи веру нашу Господи Пусть все нехорошее качество Характера Уйдут из нашей жизни Из наших привычек И наполни нас Теми качествами Которые благоугодны Тебе Благослови нас в этом Руководи нами Господи И пусть милость Твоя Будет над нашим народом Благослови Чтобы никто не заболел Чтобы мы все были здоровы И когда ты дашь возможность Опять нам встретиться Всем вместе Помоги нам Господи Наполнится Теми качествами Характера Какими были и жизни Моисея Благослови нас И верим Что слышишь нас Потому что Просим во имя Иисуса Христа Аминь Я желаю вам Всем божьих благословений Пусть Господь Всех вас благословит Хорошей вам недели Мне очень приятно Быть вместе с вами Радости вам Самого хорошего Ну я верю Что и до встречи Скоро В нашей общине До свидания Субтитры сделал DimaTorzok